Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Манчестер Юнайтед. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск правдивых пенальти. Обязательно перейдите, посмотрите, поставьте лайк, оставьте комментарий, мне будет очень приятно. Ну и также небольшая рекламка, у меня есть второй игровой канал, поэтому давайте подпишемся на него, добьем 20 подписчиков. Будем потихонечку, такими шишками идти к цели пока что в 100 подписчиков, поэтому я верю в то, что мы вместе соберемся вокруг общей цели. Посоветуйте друзьям, может кто-то у вас из друзей смотрит вот такой вот игровой контент. Но сегодня у нас карьера за Манчестер Юнайтед, сегодня мы даже выясним, выйдем ли мы в 1-8 лиге Европы, потому что у нас сейчас 1-16 против Валенсии, первый матч у нас на выезде, как вы видите. Дальше у нас игра в чемпионате против Шеффилда, такой разгрузочный, можно сказать, матч. Ну и дальше уже домашняя игра тоже против Валенсии. Поэтому давайте сразу же будем начинать. Так, зайду-ка я сначала сюда, посмотрим тот ли у нас прям вообще состав. Мне нужно же самый максимальный, как вы понимаете. Так, ну вот это вот здесь сразу из-за того, что Мэдисон на травме. Поэтому мы вот так вот поставим сюда Фреда. Да, вроде это самый боевой мой состав, поэтому переходим теперь и собираем из него конфетку. Так, ну ДХ вообще что-то не в форме, как мы видим. Делаем вот так, вот Бисака тоже. Так, надо до лота. Ну и все, пиковых форм ни у кого нет, остальные вроде как все заряжены. Поэтому, ну вот, к сожалению, да, без ДХ будем играть этот матч. Ну посмотрим. В любом случае у нас голкипер намного лучше, чем у Валенсии. Надеюсь, это нам как-нибудь да и выручит. Валенсия против МЮ. 1-16 лиги Европы, первый матч. Поехали. Итак, Мистала. Стадион Мистала. Замечательный футбольный клуб Валенсия сегодня принимает нас. Я даже что-то не посмотрел, как они там сыграли в Лиге Европы, скорее всего. Потому что, вероятно, они в Лиге Чемпионов сыграли. Но мы в гостях сейчас. Поехали. Очень серьезный соперник. Сразу же на такой стадии. Можно сказать, что мы зря первую строчку занимали. Гризман на Ван де Бека. Ван де Бек подает и Гризман. Это 1-0. Антуан Гризман забивает на испанской земле. Недавно вообще только вот он к нам перешел из Барселоны. Вот здесь замечательно на выезде головой сейчас забивает ворота Валенсии. Отлично. Боездной гол очень для нас важен был. И вот здесь очень хорошо Ван де Бек, во-первых, навешивает. Именно с Гризманом же он стеночку-то отыграл. Супер. Предголевая причем передача в этой атаке была у Гризмана. Они вдвоем соорудили эту атаку, можно сказать. Ну и мы выходим теперь вперед. Вообще замечательно. Так, Погба. Ну такой заброс, конечно, шел. А вот. И Гризман забивает. И отлично. Поймали сейчас. Поймали. На ошибки игроков Валенсии. Дожали прям в конце. Гризман забивает дубль. Мок сейчас и Марсиаль сам забивает. Но я решил для полной уверенности прям доверного докатать. И все. Манчестерин на этот 2-0 побеждает Валенсию. Вот. Вроде бы несуразная такая передача от Погбы уставшего. Но вот этот сброс и все. Марсиаль на пустые для Гризмана. И тот забивает дубль. Снова Гризман у нас блистает в матче. На 96-й дополнительной минуте он забивает. Но победа 2-0. Это отлично. То, что мы забили целых даже 2 мяча на выезде. И Гризман, естественно, игрок матча. Там и Хендерсон замечательно отыграл 6-0. Он на оценку получает. Но Гризман 7-5. У него оценка. Итак. 1-16. Первый матч пока же закончился. Не буду я пока вам все матчи говорить зачем. Там их очень много. Вот. Поэтому давайте уже в конце, когда вот мы проведем ответную игру. Тогда уже все результаты посмотрим с вами. Итак. Сейчас у нас игра против Шеффилда. Они идут ниже 10-й строчки. В любом случае надо побеждать в каждом матче. И терять очки тоже не следовало бы. Дхэя у нас будет даже. Будет сегодня даже Маркус Решфорд в составе. Будет Байли. Давайте вместо Шкринера. Пусть отдохнет. Вместо Ван де Бека. Давайте будет Фред. Вот по такой схеме. Отыграем как концовку мы практически проводили с Валенсией. 4-2-1-3. Так. Ну и вместо Марсиали я даже не знаю. Ну кого? Ну не Гризман уж точно выпускать. Пусть он отдыхает. Гринвуда. Давайте Гринвуда попробуем. Вот таким составом мы выходим. Против Шеффилда. Снова выездная игра для нас. Шеффилд Юнайтед против Манчестер Юнайтед. Поехали. Итак. Брамал Лейн. Наверное так называется стадион у Шеффилда. Очередный тур чемпионата Англии. Поехали. Так. Ну посмотрим. Теперь уже нет здесь некоторых таких игроков. Интересных для нас. На поле. Того же Гризмана дал я ему отдых. Естественно. Ну после дубля-то почему бы и не дать парню отдохнуть. Выпускает даже Гринвуда. И он забивает. Шестая минута. Мейсон Гринвуд воспользовался своим шансом. Даже не на своей позиции сейчас вышел. И забивает. Супер. Бруно. Гринвуд. Решфорд. Решфорд делает грязь. 2-0. Отлично. 23-я минута. Супер. Поэтому тоже все от этого будет зависеть. Санчо с мячом. И Гринвуд забивает. Это 3-0. 41-я минута дубль Мейсона Гринвуда. Сейчас я думал там на самом деле офсайд был. Но там от защитника такой интересный мяч отлетел. Санчо ведь выдает боевую передачу. Вот смотрите. Погба. Санчо. Почему-то я вот здесь думал офсайд. Но вот такой вот рикошетик. И Гринвуд с левой ноги пробивает. Отлично. 3-0 к перерыву. Гринвуд забивает дубль. Вот и Гринвуд тоже пользуется. То, что играет даже не на своей позиции. Из-за того, что Манчестер да и денег вроде как не было. Хотя мы вот Решарлисона вроде подписали. Я что-то не помню. И просто времени даже уже не было для подписания хорошего нападающего. Борется. И Гринвуд. Ну-ка, Шоу. Шоу все-таки забивает. Люк Шоу делает счет 4-0. 0-50 уже первая минута здесь идет. Ну вот Гринвуд сейчас мог забивать, конечно, хэт-рик. Может быть еще и забьет. Но как шикарно же он сейчас здесь все отыграл, а? Ну, не повезло немножко в штангу. Но здесь вот Шоу. Как элегантно все-таки. Еще и он парашютиком дал этот удар. Системь арбитр. Уходим мы на перерыв. 4-0 выносим. Только ангельчане у нас пока что забивают. 4 удара в створ, 4 гола. Вообще замечательно. И не забивает. И не забивает Гринвуд. У него был шанс сейчас забить хэт-рик. Но нет. Все вот эти 4 мяча, которые были забиты в первом тайме и стали решающими. Все. Во втором тайме ни одного мяча, к сожалению, мы не забили. Вот. Хотя были вон попытки. Но матч очень интересный. Гринвуд 7,5 оценку получает. Итак, мы победили 4-0. У нас все так же 20 очков отставания до Манчестер-Сити. Одно очко до Ливерпуля. 4 очка у нас лидерство на Тоттенхвом, кстати, теперь. Ну и сейчас очень важная ответная игра в Лиге Европы против Валенсии. Против Валенсии, которую мы 2-0 победили. На Местали. Но посмотрим, как сейчас сыграем на Олд Траффорде. Победная серия команды Нью вроде как продолжается. Хотя я уже не знаю, сколько там было этих матчей. Мэдисон полностью выздоровел. Замечательно всего лишь, я так понимаю, 2 матча он пропустил. Так. Ну и играем. Да, у нас 2-0 победы, напоминаю. Черышев, кстати, вышел вон в стартовом составе. Играет слева. Ну, Хендерсон. У него пиковые, друзья. Даже Мактумина сегодня выйдет вместо Пугбы. Я даже не знаю. Может быть и вместо... Вот так вот вообще сделать. Ну, потому что Бруно Фернандеш тоже вот прям подустал. Пусть бы отдохнул. Даже не знаю, что еще сделать. Вот Гринвуда нет смысла, наверное, выпускать. Он абсолютно такой же, как и Санчо. Давайте попробуем. Вот. Вот таким составом мы выйдем против Валенсии. С Вангебеком и Мэдисоном. МВ Валенсия. Поехали. Итак, Олд Траффорд. МВ против Валенсии. Ответная игра в 1-16 лиге Европы. МВ победили со счетом 2-0. Валенсию на их поле. Поэтому сейчас в очень уверенном тонусе будет действовать номинальный сегодня хозяин. Ну, не номинальный, он так и есть. На Олд Траффорде посмотрим, как это играет сама Валенсия. Потому что сегодня абсолютно... Ну, вот звезды Манчестера последних матчей. Правда, у Бруно Фернандеша нету. С капитанской повязкой сегодня вышел Харри Магуайр. Сегодня у нас Гринвуд на поле, который в прошлом туре как раз... Ну, это предыдущий был матч у МЮ. Шеффилду забил дубль на выезде. Тот же Гризман, который дубль забил в ворота Валенсии. Потом вот такие вот интересные у нас обстоят дела. Так, неплохо. А вот так вот Марсиан делает счет 3-0. Все. Валенсии теперь нужно забивать. В любом случае ему нужно было бы забивать 3 мяча. Вот, но если они забить 3 мяча, то они сразу попадут в 1-8. Ну, очень как хорошо смотрите, Ван Дебек нашел Рэш. Гринвуд, да, Гринвуд еще и голевую отдает. И по бильярдному отыграл Марсиарь. Поэтому мы третий выпуск... Ой, третий матч подряд в выпуске забиваем первыми. Это меня уже радует. С всех сил добежать и отдать эту передачу. Ой-ой-ой, какой конечник забивает Донни Ван Дебек с белевой. Вот Ван Десаки просто герой. И просто шедевральный гол. Премия Пушкаша должна быть сейчас отдана именно Ван Дебеку. Здесь вот смотрите шоу. Мэдисон. Гринвуд снова поучаствовал в этой вот атаке. И как? Через себя. Да, конечно, не такой гол, как у Крещана там зарял ворота Ивентуса. И у Бэйла ворота Ливерпуля. Но все равно. Через себя. Причем еще и под углом там надо было побивать, а не просто прямо. Под самым перекладином забивает Ван Дебек. И все. Снова 2-0. Мы обыграем Валенсию. 2-0. 4-0 в общей сумме. Мы проходим Валенсию. Мы в 1-8 лиге Европы. Мы вообще главные вроде как фавориты в этом турнире. Один удар всего лишь, что он был сейчас в концовке от Валенсии. Марсиаль 7-5 оценку получает. Ну и сейчас давайте подведем итоги всех клубов там. И возможно нашего соперника тоже мы узнаем. Лацио прошли 5-0 с Севилью. Бешикташ проходит Виторий Гуймараеш. Мы прошли Валенсию. Тульский Арсенал проиграл РБ Лейпцугу с счетом 2-0. Спортинг Брага проходит Истанбул Баших Шахир. ЦСКА проходит, кстати, Аякс. Вулверхентон проходит Эспаньол. Лиль проходит Гент. Баруси Дортмунд вынесла Динамо Киев. Спартак проиграл 4-0 Баруси и Мюнхен Кладбах. Рома проходит Гент 4-3. Арсенал проходит Трабзон Спор 3-0. Порто 4-0 выносит Динамо Загреб. Шахтер разнес Йонг Бойс 8-3. АЗ, кстати, проходит по гостевому голу Лион. И Спортинг. Кстати, странно, почему ГГ написано, хотя они... А, ну да, 2-2. Все понял, а то я думал они там 2-0 и 2-0 сыграли. АЗ проходит Лион по гостевому голу. И Тоттенхен проходит Спортинг. Ну вот такие вот дела. Серьезные команды. Надеюсь, что она попадет в ЦСКА. Будет интересно, конечно. Итак, травмирован снова Мэдисон. Вот этот серьезно. Марсиаль теперь у нас боец. В марте выйдет у нас Мэдисон. А у нас сейчас февраль. Ну и вот, как вы видите, наш соперник по Лиге Европы. Это РБ Лейпциг. Они играли сейчас в Лиге Чемпионов. В одной группе вроде. Вот. Ю не вышли в плей-офф. Вышел кто там? ПСЖ и Лейпциг вроде. Поэтому вот такие дела. Все, на этом. Да, мы завершаем сегодняшний выпуск. В следующем у нас будет как раз борьба за вторую строчку против Ливерпуля. Надо будет побеждать. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписываемся на канал. Потому что большой процент смотрит нас без подписки. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. Ставим лайки. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наших новых видеороликов. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok